У вас в прямом эфире московского Дома книги. Меня зовут Диля, я ивент-менеджер магазина, а сегодня у нас будет в гостях поэтесса, комик, автор книги, новые книги, которые мы сегодня будем обсуждать, и участница команды КВН, сборная Пятигорска, а также шоу Comedy Room встречается Елена Борщева и буквально через несколько секундочек присоединиться к нам в эфир. Совсем недавно в издательстве Эксмо вышла ее новая книга «Как поймать юмор за хвост», которая выбрала в себя все самое лучшее из мастер-класса, который, возможно, вы уже слышали. Мастер-класс называется «Как развить в себе чувство юмора». Эта книга поможет нам всем бороться со стрессом, с комплексами, ну и научиться, конечно, шутить, юморить, как Елена. Я хочу ее пригласить к нам в эфир. Так, Елену пока не вижу. Ну, я надеюсь, что она буквально через несколько минуточек к нам присоединится. Друзья, ну а вы во время эфира, пожалуйста, задавайте вопрос, будьте активными и надеюсь, что сегодня у нас вечер, конечно, пройдет на позитиве, будет очень-очень-очень классно. Напоминаем вам о том, что книга уже продается в нашем интернет-магазине Московского Дома книги, ссылочка есть в профиле, в нашем сторис. Также можно будет зайти и приобрести книгу. Она, кстати, такая прям достаточно демократичная цена, поэтому, пожалуйста, проходите. Вот я вижу Елену, добавляю ее в эфир. Добавляем вас в эфир. Надеюсь, все сейчас получится у нас. Елена, здравствуйте. Всем здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада вас видеть. Меня зовут Диля. Мы сегодня с вами обсудим вашу новую книгу. Поздравляем вас. Я сейчас покажу ее. Спасибо, спасибо. Сейчас я ее покажу. Она вообще очень чудесная, ярко-красочная. Так, вот книга. А у вас немножко стало прям видно очень крупно. Вот, сейчас нормально. А сейчас опять крупно. Вот, сейчас хорошо. А что-то так это меняется, почему, интересно? Сейчас нормально? Так, опять крупно. Вот. Но сейчас мы, друзья, немножечко настроим. Всем, кто к нам присоединяется, пишите комментарии, пишите ваши отзывы. Если кто уже успел прочитать книжку, напишите, как она вам. Ну, а я пока начну с вопросов, Елене. Потом мы перейдем к вопросам из нашего чата. Поэтому будьте активными, друзья. И первый вопрос, Елена, вам. Ваша книга – это кладезь полезной информации. Вот в ней вообще нет никакой воды. На удивление все очень четко. И у меня вопрос, как вам это удалось достигнуть? Да, на самом деле, когда писала, да, и перед тем, как написать книгу, я, конечно же, читала какие-то, да, вот, не то что похожие книги, да, но книги, так называемое руководство к действию. Вот, и они достаточно были такие большие, увесистые. Но действительно было много, много вот этой, как вы говорите, воды. Я очень не хотела, чтобы у меня тоже было так. Я подумала, что пусть книга будет меньше, но все по делу. Вот, поэтому, собственно, это было сознательно, сознательно все так сделано. А вообще сложно было работать над книгой? Вот у вас есть мастер-класс, именно по нему вы писали дебютную книгу вашу? Да, да, я писала по нему. И сначала, когда, да, когда решила, что начну писать книгу, я подумала, что, ну, у меня же есть мастер-класс, сейчас я быстренько напишу книгу. Но оказалось, что мастер-класс занял, не знаю, там, даже меньше половины объема. Вот, и надо было, да, вот дописывать какие-то еще, придумывать упражнения, примеры, да. То есть надо было дополнять. Поэтому, на самом деле, не было легко, я не буду как-то лукавить или обманывать, вот, потому что это был мой первый опыт написания именно книги, хотя до этого я писала, конечно, и сценарии, и сценарии, и шутки. Вот, и вообще люблю читать, люблю писать. Елена, а что оказалось самым трудным в работе над книгой, вот для вас лично? В работе, наверное, как раз-таки поиск вот этих вот примеров, да, потому что, ну, мы все знаем, что все, у всех высказываний, да, у всех примеров есть авторские права, поэтому, конечно, нужно было выбрать что-то такое, что можно было, можно было публиковать, вот. Ну, и, конечно, я, когда писала книгу, я вспоминала интервью Дарьи Донцовой, которая говорит, что нет ничего сложного, просто, говорит, я каждое утро, когда у меня спросили, да, как она написала столько книг, вот, она говорит, нет ничего сложного, я просто каждое утро сажусь и ровно 30 минут пишу. Я так тоже пробовала, вот, но я хочу сказать, что не всегда получалось. Когда-то приходила ко мне муза, когда-то не приходила, вот. Когда-то мне начинало все раздражать, я все бросала. Ну, тут, наверное, я уже писала себя на странице, что я даже благодарна, ну, не знаю, там, кто-то меня поймет или нет, но я даже благодарна карантину и пандемии, что у меня появилось время закончить эту книгу, потому что, на самом деле, такой основной рывок был совершен, вот, весной, да, весной и летом этого года. Ну, круто. А вот, насколько я знаю, по вашей биографии, в 2003 году вы окончили университет по специальности лингвист. Если кто еще не знает, вот, знаете, что Елена преподаватель испанского и английского языка. Вот, а также, я так понимаю, что некоторое время работали специалистом по внешнеэкономическим связям. Как же так получилось, что все-таки большая любовь с детства к шуткам и розыгрышам вдруг привела вас, вы решили поступить, учиться именно на лингвиста? Действительно, в детстве я, ну, как бы у меня, да, такая семья, мы любили, любили пошутить, в том числе друг над другом. Но это было настолько, ну, не знаю, как в порядке вещей, и мне даже мысли не было связывать с этим, да, изначально свою судьбу. Я, почему я выбрала, да, профессию лингвист? Потому что мне хотелось путешествовать, мне вообще давались и нравились иностранные языки. И я, конечно, уже к тому времени, да, к моему поступлению знала, что вообще у меня отец испаноговорящий, вот, и я поэтому поступила на факультет испанского языка в Пятигорском государственном лингвистическом университете. Ну, не знаю, у меня вот такое было желание выучить язык своих предков. Давайте поговорим о вашем псевдониме, которое звучит, ну, потрясающе. Я могу сейчас неправильно сказать, но Елена Хульеевна Санта-Мария Герра. Правильно, нет? Я здесь всё правильно сказала. Давайте поговорим о вашем... Хульевна, но... Хульевна, да, но... Прости. Как мне сказали, да, мои друзья-лингвисты и филологи, что было бы правильно, ну, на самом деле, было бы правильно Хули-Оловна, как-то так. Ага. Ну, это же не просто так его псевдоним, это же псевдоним взят, потому что вашего отца звали Хулио. Ну, и зовут, да, Хулио Санта-Мария Герра, мой отец, он из Панамы. И когда, да, когда в шоу стал вопрос, какой псевдоним мне выбрать, я рассказала, что говорю, ну, вот, если бы, например, это было бы в России, я бы брала отчество, то было бы так. Все очень посмеялись, и оставили этот псевдоним. На самом деле, это могло быть моим настоящим именем. Вот, и как раз в книге я говорю, что, да, там в одном из разделов, что самое смешное зачастую является правдой. То есть жизнь, она сама по себе смешна, очень парадоксальна, интересна. Вот, поэтому нужно, конечно, побольше обращать внимание, что происходит вокруг вас, и замечать какие-то смешные моменты. Вот в книге вы говорите о том, что познакомились с отцом только всего лишь на третьем курсе, написали письмо консулу Панамы в Москве. Откуда родом, как вы говорите, ваш отец? Как ваши отношения сейчас складываются? Мы общаемся, да, сейчас вообще потрясающее время, когда можно видеозвонки, да, пользоваться видеозвонками. Вот, виделись мы, получается, три года назад он приезжал в Москву. И на самом деле, вот в этом году очень хотела тоже поехать в Панаму с семьей, потому что у меня младшая дочка еще не была там, Ума. Вот, хотя папа с ней знаком. Конечно, так сложно на расстоянии, да, узнать достаточно друг друга, поэтому мы, когда видимся, наверное, используем по максимуму наше общение. Вот, к сожалению, в этом году, да, кратки за закрытие границ, из-за проблем с перелетами, не знаю, может быть, конечно, еще есть время в декабре, может быть, что-то поменяется, но, скорее всего, наверное, буду планировать поездку на следующий год. Вот, и надеюсь, что мы хорошо пообщаемся еще. Елена, а личный вопрос, есть ли у вас братья, сестры? Да, у меня здесь в России сестра, да, Вера зовут, а там в Панаме три брата, Кулио Алехандро, Бруно Энрике и Габриэль Андрес. Потрясающе, а у них такое же чувство юмора, как у вас? Вот чувство юмора, оно пришло вам от отца, от предков папы, или это больше такие мамины корни? Да, ну вот как раз тоже в книге об этом говорю, что чувство юмора, вот именно чувство юмора, да, по наследству оно не передается, и даже есть такие исследования, да, научные врачи, да, и ученые, да, это все изучали, что зависит все-таки от среды, где общается, где живет человек, с кем, да, с какого у него окружения. И тут, конечно, я выросла, жила в России и выросла на наших замечательных комедиях, на нашем юморе, вот. Но когда я познакомилась с отцом, когда я познакомилась со своими братьями, они тоже очень веселые, у них, конечно, немножко другой, да, другой юмор, вот. Но все равно, тем более отец учился в России, многие, многие шутки ему, ну и сейчас, да, понятны, потому что он все-таки немножко питал в себя русский менталитет, вот, шутить на языке, который тебе не родной, это, конечно, сложнее, потому что, ну, ты все равно, да, пытаешься просто перевести шутку, вот. Вот, наверное, все-таки надо немного пожить, да, вот в стране, там, где говорят на этом языке, и тогда ты сможешь уже так вот по-настоящему, по-настоящему пошутить так, как бы пошутил, вот, там, житель этой страны или на фитре языка. Спасибо огромное за ответ. Вот я слышала, читала в анонсе к вашей книге, что я так понимаю, что дети понимают шутки только с 12 лет, правда ли это? Ну, это действительно есть такое исследование, и, ну, это доказано, потому что там какие-то нейронные связи начинают действительно так работать, что, потому что, по сути, да, юмор — это анализ, да, анализ ситуации, способность быстро, да, сопоставить все эти пазлы, и, да, но я хочу сказать, у меня просто, я руководитель детской команды КВН, как развить себе чувство юмора, вот так называется, тоже как и мой мастер-класс, вот, есть дети, которые чуть пораньше тоже могут, способные, вот, ну, это не сильно рано, да, ну, там 10-11 лет, вот, то есть, ну, 12 — это по исследованию. Алло? Ага, есть, конечно, да, 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 12 — это по исследованиям, вообще есть, конечно, и дети, которые чуть раньше тоже способны, но, по крайней мере... Да. Немножечко связь прерывается, видимо, у вас кто-то прям очень хочет к вам дозвониться. Так, друзья, спрашиваю, а как же называется книга, да? Книга называется «Как поймать юмор за хвост». Я сейчас поближе ее покажу, вы, друзья, видите сейчас на своих экранах очень такая прекрасная розовая девчачья обложка, но на самом деле, вот, Елена, эта книга подойдет только девочкам, там, девушкам, женщинам, или все-таки эта книга для всех? Да, вы знаете, я вот не задумывалась о том, что если она розовая, почему-то она должна подойти только девочкам. На самом деле, было два варианта обложки, был желтый цвет и был розовый цвет, но не знаю, я не скажу, что я большая любительница розового, но почему-то как-то вот она больше понравилась именно в таком исполнении. Нет, эта книга не только для девочек, не только для девушек и для женщин, но вообще для всех, кто хочет вообще прикоснуться к этому тайному миру юмора, научиться шутить, понять какие-то вот приемы, да, с помощью которых можно придумать шутку и главное потренироваться, потому что, ну, юмор – это как спорт, нужно качать мышцу регулярно. Угу, здорово. Ну вот если мы сейчас возьмем такой простой пример, и, допустим, ну, я не очень хорошо шучу, и у меня с юмором не особо, в общем, я, например, беру вашу книгу, начинаю читать, примерно за сколько по времени я все-таки смогу хотя бы какие-то из себя шутки выдавить в обществе, и вот по поводу прокачки, что вы рекомендуете, какие-то фильмы посмотреть, как вы прокачиваете этот юмор, пойти к вам на мастер-класс, допустим, тоже как вариант. Ну, как вариант. Вы спрашиваете, за какое время, но это зависит от того, за какое время вы прочтете книгу, да, как-то, да, поймете, попробуете сделать упражнение, все сделаете упражнение, вот, это просто зависит, наверное, от вашей скорости, вот, но на самом деле, если действительно следовать и сделать все упражнения, то я вам обещаю, что после прочтения книги вы сможете придумать шутку. Круто, друзья, вот я сейчас хочу напомнить всем тем, кто нас смотрит, книга продается в нашем интернет-магазине, если вы сейчас пройдете к нам в Московский дом книги, Инстаграм, или заходите на сайт, книга достаточно бюджетная, ее спокойно можно приобрести любому, и, кстати, Новый год же, будет здорово подарить ее самым близким. Мне кажется, эта книга всем нужна, всем нам, нам нужно научиться юморить, как Елена Борщева. Так, друзья, пишите вопросы, у нас прекрасный сегодня эфир, все ваши вопросы буду читать в чате, пока вижу только очень хвалебные отзывы, что вы хороший юморист, что вы классная. Вот, слушайте, вот вопрос привелся. Если человек к вам грубит, вы отвечаете ему юмором? Вопрос из чата. На самом деле, конечно, зависит, ну, я буду честной, да, зависит от моего настроения, вот, могу, конечно, и грубо ответить, но это редко бывает, это когда уже, на самом деле, все, точка кипения, и меня все достало, вот, ну, просто так вот едко, едко пошутить, можно так сказать. А вообще, конечно, юмор помогает решать конфликтные, да, ситуации, но тут, наверное, скорее всего, тоже зависит, опять же, ну, как бы, с кем идет, да, диалог. Если это абсолютно незнакомый человек, да, и вы не знаете, да, про него ничего абсолютно, вот, тут, конечно, будет сложнее, там, так пошутить, чтобы не обидеть или не навлечь на себя еще, там, больше, больше, какую-то наглость или зло, вот, по крайней мере, именно в коллективе, в семье, в быту, с детьми юмор очень помогает и очень спасает. Тоже есть у меня рассказы на эту тему в моей книге. Вопрос из чата. Елена, откуда взялась идея написания книги? Идея, ну, я уже, да, говорила, что, мы говорили, да, что я веду мастер-класс, как развить себе чувство юмора, и когда я готовилась, в принципе, да, начну с азов, да, как мне идея пришла сделать мастер-класс, мастер-класс, ну, вот часто, да, мне начинали задавать вопрос, как вы так шутите, как шутить, вот, я поняла, что я могу поделиться своими знаниями с людьми, да, и организовала, вот, придумала такой мастер-класс, и когда я готовилась к мастер-классу, я, конечно, начала искать, да, литературу по теме, иностранной литературы, конечно, гораздо больше, но в основном это про написание, да, каких-то юмористических сценариев, написание стендапов, вот, нашла несколько книг и у нас, и тоже, да, рассказываю о них на своем мастер-классе, вот, но я поняла, что все равно мало, да, мало информации, и есть действительно такой миф, что, ой, у меня нет чувства юмора, и все, я вообще с этим не связываюсь, а на самом деле это можно развить, поэтому я решила сначала сделать мастер-класс, а потом и написать книгу. Вопрос из чата такой отвлеченный, но по вашей личной жизни, видимо, что вы цените в друзьях? Что я ценю в друзьях? Ну, наверное, 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 как-то вот чувствовать друг друга, да, потому что говорят, что друзья, они могут вместе там и порадоваться, и погрустить, вот именно, наверное, такие друзья, которые способны, да, способны и порадоваться с тобой, погрустить, самые лучшие, самые настоящие, я это очень ценю, и действительно, ну, вот у меня такое часто бывает, что я несколько дней думаю там о своей подруге, и думаю, как бы ей позвонить, вот я бы хотела с ней поговорить, и она мне звонит сама, вот, это очень здорово, такая связь волшебная, вот, так что вот так вот. отлично, и вот вопрос по поводу подшучивания друг над другом, вы вообще с мужем как взаимодействуете, бывает у вас такое дома, юморите? у нас это постоянно, да, постоянно, и иногда бывает даже, ну, и дети в этом во всем участвуют, да, сейчас младшая, младшая вот начинает, пытается тоже пошутить, и как-то, видимо, анализирует все-таки, как мы шутим, да, и вот пытается как-то что-то тоже придумать и повторить, на самом деле так веселее, какая-то, да, рутина, быт, она не заедает, у нас много общих интересов, и мы, конечно, смотрим, да, и какие-то комедии, которые выходят, и юмористические проекты, вот, следим за КВНом, например, обсуждаем, да, любим, любим обсудить тоже то, что мы посмотрели. А вот у меня такой вопрос, после вот окончания контракта в Камеди Вумен вы решили покинуть шоу, так как ощутили, что ваш образ немножко замариновался, да, но в чем вот, как по вашему мнению это проявлялось? Ну, проявлялось, что как будто бы вот все шутки, они уже повторяются, как будто бы это уже было, и авторам как-то сложно стало, да, писать, чтобы было смешно, вроде как-то уже все темы и все образы как-то все это перебрали, какое-то время у меня не было вообще новых номеров, да, я поняла, что, наверное, да, наверное, образ себя изжил, то есть, ну вот. А вот какие уроки вы вынесли, какие выводы сделали после ухода с Comedy Woman? Какие уроки? Да, да, на самом деле очень много уроков, так быстро, наверное, и не расскажешь, я ушла и много, много чего успела попробовать, да, в творческом плане, и себя как-то, да, вот, реализовывала по-разному, и у меня была и программа на радио, и, да, я вела какие-то премии, концерты, вот, ну, сейчас тоже, конечно, веду мероприятия разные, вот, я на самом деле больше узнала себя, что я действительно могу делать разные вещи, вот, и это мне нравится. А что вам ближе, работа в команде или соло? Тоже сложный вопрос, наверное, зависит от команды, очень, да, очень хочется, на самом деле, найти команду мечты, потому что вообще, наверное, сложно что-то сделать человеку одному, да, все равно, даже вот та же самая книга, да, ее должны чатать, ее должны снижать, там должны рисовать иллюстрации, ну, то есть, это такой большой процесс, да, понятно, что я как автор, как инициатор, но много различных факторов, много людей, и зависит от профессионализма всех участвующих, и поэтому, конечно, я все еще надеюсь, что я встречу свою команду мечты, с которой сделаю какой-то очень интересный проект, которым буду гордиться, потому что часто у меня бывает такое, что мне быстрее как-то и лучше сделать все самой, вот, но это сложно, это сложно, и мы все-таки люди, люди социума, и чтобы что-то, может быть, придумать то, чего не было, конечно же, нужно работать в команде, вот, я умею работать в команде, по поводу, что лучше в команде или не в команде, я не знаю, мне кажется, это зависит от проекта. Спасибо огромное, вот у вас вообще очень огромный опыт публичных выступлений, есть ли у вас секретный какой-то лайфхак, чтобы сохранять самобладание, во время выступления перед аудиторией, чувствовать себя все-таки расслабленно. Ну, скажу так, что, конечно, нужно готовиться, да, к выступлениям, и в основном я стараюсь это делать, обязательно нужно узнать, да, какая аудитория будет перед тобой, кто эти люди будут, и подготовиться, да, заранее подумать, что эти люди от тебя ждут, да, что ты можешь им рассказать, поэтому, наверное, такое вот, чтобы чувствовать себя расслабленно, как вы говорите, да, помимо того, что, да, я должна хорошо выглядеть, да, удобная, удобная одежда, подходящая выступлению, помимо этого, это, конечно, какая-то подготовка, то есть, какие-то, я не знаю, тезисы, заготовки, потому что хорошая импровизация, это всегда подготовленная импровизация, тоже об этом говорю в книге, да, а по поводу, там, мне тоже часто спрашивают, как справиться с волнением, я всегда волнуюсь перед выходом на сцену, перед каким-то выступлением, и это абсолютно нормально, это, это хорошо, плохо, когда человек не волнуется, именно вот это вот небольшое, там, 5, 10, 30 секунд волнения, оно дает такую встряску, адреналин, когда ты выходишь, да, и вот начинаешь, да, выступать, и сразу понимаешь, что там зал, располагаешь зал к себе, да, ты это чувствуешь, и уже дальше идет умение общаться, владеть аудиторией, чувствовать какие-то, может быть, просады, может быть, темы неблизкие, вот, например, касаемо стендапа, да, тут вообще, ну, вообще юмор, да, это очень такой вещь вкуса, конечно, да, кому-то нравится, кому-то не нравится, но шутки могут быть гениальными, смешными, но если они, там, аудитории неблизкие, например, там, не знаю, там, шутки о детях, но в зале мало у кого есть дети, да, то, ну, они просто не вызовут, да, такой отклик, такой смех, ну, если бы люди сидели, которые в теме, будем так говорить. Спасибо. Ну, вы человек, который, не знаю, как правильно сказать, воспитывался, что ли, на классическом телевидении, выходил на большой экран, на огромную аудиторию, вас знает вся страна, и вот сейчас, если сравнивать блогеров, которые тоже, в принципе, знают вся страна, но они перешли все на онлайн, вот вы чувствуете отличие, вот, телевидения настоящего, да, и онлайн, для вас сложно, или наоборот, это как еще дополнительный инструмент? Расскажите, пожалуйста, про это, очень интересно. Онлайн вы имеете в виду, или просто интернет и платформы в интернете? Ну, вот, да, я имею в виду, вот, выход в прямые эфиры, общение со зрителем, именно вот так вот, онлайн, как вот мы сейчас с вами общаемся, не только соцсети, мне кажется, это, ну, вы как человек, который были на больших площадках, все-таки, я думаю, чувствуете отличие, разницу. Да, я хочу сказать, что, наверное, ну, никакой там прямой эфир, мне кажется, не заменит какое-то живое общение, живой обмен энергиями, но это чисто на энергетическом уровне, и на самом деле у меня было, да, вот, с момента карантина, у меня было несколько выступлений, там, ведений, стендапов, мастер-классов, онлайн, и очень помогает, когда действительно, вот, я вижу хоть какую-то реакцию, да, вот там, люди в зуме, в иконках сидят и как-то реагируют, смеются, ну, я, по крайней мере, привыкла, да, к этой реакции, я примерно еще понимаю, да, в каких моментах должна быть реакция, где-то там нужно даже сделать паузу, паузу побольше, сложнее, когда ты не видишь, да, вот, например, сейчас, да, я вижу только вас, Диля, вот, и, но, вот, пишут, да, пишут комментарии, ставят сердечки, где они тут, раньше, по крайней мере, летали, сейчас что-то не видно их, но пишут, у нас активно сегодня чат, сейчас я буду читать вопросы, да, но это тоже, это тоже показатель, это очень приятно, что люди, ну, активно, активно подключаются, активно пишут, потому что это и есть обратная связь, да, то, то ради чего, в принципе. Спасибо огромное. Да, пытаемся, пытаемся переформатироваться в онлайн. как на мой взгляд, мне кажется, все-таки вот именно ваша профессия, это когда живое общение, ну, дополнительно, такой онлайн, это как доп, но ни в коем случае не основной вид, потому что все-таки нужно чувствовать и аудиторию, и это вообще потрясающе, как нам, зрителям, находиться вот в живом общении с вами. Вот спрашивают, сейчас неужели не проходит очная презентация? Вот, друзья, к сожалению, не проходит, мы до 15 января приостановили все оффлайн-презентации, которые у нас проходили на Новом Арбате, если бы все было разрешено, мы бы Елену пригласили к нам и как раз-таки на живую встречу, где можно было бы пообщаться, пошутить, познакомиться, вживую, потрогать книгу, получить автограф, самое главное, это здорово. Ну, а пока вы можете заказать на нашем сайте, а потом, может быть, в будущем году у нас случится и презентация, повторим. Было бы здорово, конечно. Вопрос из чата. Значит, когда планируете еще написать книгу, вообще, это, наверное, ваш не последний опыт. Ну, все возможно. Действительно, я думала даже о том, чтобы написать художественную книгу. Да, и может быть, да, я, может быть, ко мне придет муза, и я напишу. То есть, я все равно считаю, что должно быть какое-то вдохновение, да, должны быть, должны прийти какие-то знаки, какое-то понимание, готовность, вот, поэтому надеюсь, что и, что, во-первых, это моя книга, да, моя первая книга, «Как поймать ему за хвост», она найдет отклик, вот, это тоже очень важно для автора, чтобы первая книга получилась удачной. Дай Бог, и чтобы она, главное, стала бесцельной, покупайте, друзья, читайте, дарите своим близким, Новый год не за горами. Книга стоит у нас на сайте 470 рублей, и, кстати, есть такой классный бонус, если вы покупаете в день презентации книгу, она с 30-ти процентной скидкой, и на всю корзину, которую, еще если вы другие книги закажете, тоже будет 30-ти процентов скидка, поэтому добро пожаловать к нам. значит, получается, получается, да? Да, да, сегодня, представляете, можно будет купить книгу, только сегодня действует такая акция, только сегодня, завтра уже будет по обычной цене. вопрос по поводу подготовки номера, репетиции, выступления вообще. Сколько времени уходит у вас от придумывания шуток, репетиции, выступлений? Какой это период? Большой вообще? Или по-разному всегда? И что самое сложное в этом процессе? Да, по-разному, по-разному бывает, что как-то все быстро складывается, бывает нет. Что касается стендапа, да, это всегда сначала, сначала, да, ты делаешь какие-то наблюдения, записываешь, да, потом уже как-то формируешь, пишешь шутки, а потом обязательно проверить эти шутки, действительно ли они найдут отклик, и опять же будут смешными. И потом уже бывает даже на сцене рождается какая-то еще экскровизация, ты ее записываешь, и твой стендап, он как-то преобразуется, улучшается, и вот, например, у меня есть стендап про футбол, про, я там говорю и про свою любимую команду, про Спартак, и там про другие команды, вот, но там тоже этот стендап, он постоянно меняется в зависимости от того, какая сейчас ситуация, кто чемпион, да, и, ну, потому что юмор, он должен быть актуальным, и чем актуальнее, тем смешнее, да, поэтому следите за новостями, чтобы понимать юмор, об этом я тоже всегда говорю, так что, а вот по поводу книги, вы сказали, что нужно юмор, нужно, как вы сказали правильно, тренировать, в общем, мышцу каждый день, как вы это делаете, что вы читаете, или, может быть, смотрите, как вы тренируетесь за свою мышцу? Да, ну, да, так как у меня, ну, практически юмор, юмор это моя профессия, да, я, ну, во-первых, постоянно нахожусь на этой волне, на волне юмора, и всегда, когда я, не знаю, там, куда-то еду, где-то нахожусь, да, я везде все изучаю, смотрю, какие-то бывают очень смешные надписи, или интересные люди, да, интересные ситуации, я это даже могу, да, где-то записать, сделать какую-то пометку, да, или, ну, тоже смотрю, конечно, юмористические проекты, и где-то мне нравится какое-то высказывание, да, и я как-то его могу, например, переделать, чтобы получилась шутка, или получилось смешно, вот, ну, это и в Инстаграме тоже, конечно, много, да, там, подписано там на кого-то, и это могут быть смешные комментарии, то есть, в принципе, это, ну, постоянно какое-то, да, постоянно какие-то комментарии, реакции, да, юмор, это, в принципе, реакция на жизненную ситуацию, вот, вот, и я тоже всем советую, ну, все говорят, ну, вот как вот каждый день, да, что делать, я советую просто искать какие-то смешные фотографии, в интернете их полно, самое главное, без надписей, и придумывать свои смешные названия, обязательно делиться этим, да, со своими друзьями, сейчас есть возможность, да, послать там в WhatsApp, и, конечно же, вы тоже получите какую-то обратную связь, может быть, совместно придумаете какую-то шутку, это уже будет творчество, это уже в процессе творческом родится какой-то смешной комментарий. Ну, вот у вас две дочки, Ума 5 лет, и Марта 13 лет, вы вообще как с ними, юморить, помогает ли юмор воспитания девочек, как они вообще относятся к этой сфере, может быть, тоже хотят стать комиками? Да, сейчас сложно, ну, как бы сложно сказать, потому что это у нас настолько, ну, как естественно и принято, да, в нашей семье, что, наверное, мне кажется, что мы уже даже не замечаем, да, но кто-то, кто, например, да, впервые приходит в гости, да, или что-то там вот замечает, как мы общаемся, они сразу замечают, что, говорят, вы постоянно там прикалываетесь друг над другом, Ума пока еще не все шутки понимает, да, и даже может где-то чуть-чуть обидеться, вот, да, и я ей объясняю, что там она говорит, ты надо мной смеешься, я говорю, но это неплохо, что, ну, как бы вообще смех, юмор, это всегда хорошо, всегда хорошо, это, ну, кроме таких случаев, когда там, да, там случилось что-то серьезное, да, и вместо того, чтобы помочь человеку над ним смеются, вот, вот это уже плохо, вот, а так я тоже им рассказываю, и говорю, что, на самом деле, если кто-то, да, если кто-то шутит над вами, да, то самый, на самом деле, самый проверенный способ, это тоже посмеяться над собой, это, конечно, сложно, но можно научиться, хорошо, а вот во время пандемии коронавируса, когда мы сначала в первую волну все сидели дома, сейчас тоже как-то в профессиональной деятельности, наверное, обычно этот период декабря, он был таким, был всплеском корпоративов, выступлений, как на вас отразилось все это, вся эта обстановка, как вы вообще выбираетесь из этого, все-таки, мне кажется, артистам сейчас сложнее всего. Да, действительно, действительно есть сложности, там, и со многими тоже говорю, они говорят, ой, глухо, как в танке, да, ну, все равно что-то где-то проводится, что-то где-то есть, съемки, по крайней мере, да, съемки идут, телевидение, кино, все-таки, да, в сфере развлечений, конечно, хуже, вот, но мне тоже понравилось, не помню, чье это высказывание, да, что, кто-то сказал, говорит, а что там, а что, что ты будешь кушать завтра, да, вот, что там, что ты будешь кушать завтра, так вот, что ты будешь кушать завтра, это зависит от того, что ты сделал вчера, вот, ну, как бы, вот я немножко, конечно, переделала, переделала эту мысль, и, конечно, если, ну, были такие, да, периоды в моей жизни, когда, ну, в принципе, вообще ничего не надо было делать, все, да, приходило само собой, вот, но всегда потом, да, был какой-то период застоя, поэтому я всегда стараюсь быть активной, придумывать новые проекты, и как раз-таки, вот, чем запомнится мне 2020 год, да, казалось бы, да, а у меня вышла книга, вот, просто потому что, там, полтора года назад я начала ее писать, и я очень рада, что, что деятельность идет, и она есть, несмотря ни на что. А вообще, вы сами, как относитесь к литературе, что любите читать? Я очень люблю читать, в свое время я прочитала всю школьную библиотеку, всю, там, районную библиотеку, и не было книги, которые я не читала, я люблю читать, есть книги, которые, вот, просто читать одно удовольствие, да, там, вот, ты просто, вот, проводишь время, и наслаждаешься, вот, этими, вот, не знаю, словарными оборотами различными, вот, красота, как это все написано, ты представляешь, воображаешь, есть книги, которые тебя так захватывают, что ты просто не можешь оторваться, ты читаешь буквально там запоем эти книги, я люблю и перечитывать свои любимые книги, там, «Сто лет одиночества Маркеса», рассказы Чехова, Бунина, Булгаков, вот, потому что на самом деле ты читаешь, и сколько раз ты, сколько бы раз ты не прочел, ты каждый раз в этой книге находишь еще что-то новое, да, или там у тебя какая-то ситуация жизненная, которая напоминает там ситуацию в книге, ты думаешь, вот, и тогда было так, да, вот я недавно в машине переслушивала Евгения Онегина, и поняла, что это произведение, оно будет просто всегда актуальным, я не знаю, то есть... Пушкин наше все, да. Да, вот, я слушаю, и прямо у меня рождаются образы моих знакомых, коллег, которые, ну, сейчас, кстати, вот, выходит сериал «Мертвые души», только в наше время, вот, очень тоже хочу посмотреть, потому что тоже, тоже очень актуальная книга, и вот очень интересно посмотреть интерпретацию сериала, который в наше время. А вот есть ли книга, которая на вас повлияла каким-то прям особенным образом? Библия. Спасибо. Вопрос из чата. Есть ли у вас мечта? Как говорят, с возрастом мечты превращаются в цели. Да. Мечта. Ну, сложно, да. Ну, или цель, если вы так обозначили. Цели. Цели, мечты. Ну, сложно сказать, да. Хочется, хочется много еще попробовать в этой жизни, увидеть, попутешествовать тоже. И, на самом деле, самое главное, действительно, наверное, как творческому человеку, мне хочется оставить след в истории, в истории творчества. И, вот, уже начало положено, книга написана. Надеюсь, что будут еще проекты, будет посещать меня муза, и будет благосклонна ко мне. А мы вам этого желаем. Спасибо. От всей души, да, от всей души, чтобы писались новые книги, делались новые передачи, шоу, мастер-классы. Мы, кстати, знаем, еще у вас есть замечательное кулинарное шоу, которое проходило в ресторанах, сейчас, возможно, уже тоже проводится, Повариха называется шоу, как вообще обстоят дела в этом направлении. Может быть, сейчас в связи с тем, что, я знаю, что вот несколько лет назад вы это проводили очень активно, сейчас есть ли это шоу, или, может быть, как оно переформатировалось? Кулинарное шоу Повариха-ха, ну, мы выступаем, но выступаем в основном, ну, на таких мероприятиях, да, под заказ, вот, потому что, ну, сейчас вообще мало что, мало что проводится, и сейчас это в основном корпоративы. Хорошо, спасибо, а вот, Елена, хочу спросить, вот, в принципе, у нас время подходит к завершению, еще есть немножечко, может быть, есть какие-то вопросы, которые бы вам хотелось осветить, которые я вам не задала, и мы не затронули их? Ну, касаемо, касаемо книги, мне многие написали, что очень удачное название, ну, интересное название, и действительно, долго думали, да, вообще, я долго думала, как же назвать, чтобы было интересно, и, ну, вот, по поводу иллюстрации я тоже хотела рассказать, что, как раз эти иллюстрации рисовала моя тоже близкая подруга, с которой мы учились, как раз таки, в лингвистическом университете, и я, мне очень понравились эти иллюстрации, они, да, некоторые дополняют какие-то, да, темы, главы, а некоторые сами по себе являются там произведением искусства и содержат в себе юмор, поэтому я думаю, что читатели тоже оценят эти иллюстрации, вот, мне показалось, что они очень хорошо дополнили мою книгу, и она сейчас такая очень целостная получилась. Друзья, всем-всем-всем рекомендуем прямо сегодня зайти к нам на сайт Московского Дома Книги, заходите к нам в аккаунт, есть в сторис, ссылочка на книгу, она стоит 470 рублей, но если вы сегодня закажете книгу, то с 30% скидкой вы также сможете приобрести какие-то другие книги, которые вы захотите, и вот вся корзина, которую вы приобретете в интернет-магазине, будет с 30% скидкой, поэтому добро пожаловать к нам в интернет-магазин, либо заходите на сайт Московского Дома Книги, либо вот сейчас в аккаунте есть ссылочка на книгу, ну, а мы, в принципе, сегодня поговорили, мне кажется, обо всем, если что-то не осталось, то это уже будет приличной встречи, когда мы соберемся все-таки в Московском Доме Книги на Новом Арбате, когда пригласим вас, друзья, и, Елена, будем рады видеть все-таки живьем, когда все ограничения снимут. Хорошо, договорились, и с меня тогда еще тоже коротенький стендап на актуальную тему. Давайте. Хорошо. А, сейчас или потом? Сейчас или потом? Потом, когда будет все оффлайн. А, понятно. Ну, хорошо, сегодня с нами в гостях была ПТС, комик, участница команды КВН-сборная Пятигорска и шоу Comedy Woman Елена Борщева. Всем аплодисменты, я рекомендую сейчас всем поаплодировать, поставить сердечки, лайки и в комментариях, в общем, напишите нам, как вообще прошла встреча. Елена, спасибо вам огромное, вы безумно интересны, очень рекомендуем приобрести книгу всем-всем-всем, и вас поздравляем, поздравляем с этой новинкой, с дебютом. Спасибо, до свидания. До новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok